Сегодня поговорим о менталитете, чувствах, немножко поделюсь какими-то советики от меня, что бы я вам посоветовала, если вы только переезжаете, например, в Турцию, не обязательно типа там по браку, а вообще общение с людьми, но больше сегодня, конечно же, уклон будет на брак. Я бы про конфликтные, конфликтные ситуации, я про это уже говорила, что если вы в позиции жертвы, вам все с рук гораздо проще сходит, конфликты открытые здесь не очень приемлемы, не очень любят, лучше, скажем так, правильнее помалкивать, назовем так, неоткрыто решать свои проблемы. Сейчас я об этом хочу рассказать. Вот смотрите, если мы берем вопросы личных границ, конфликты какие-то с людьми на улице и где-то еще, если вы тут пожили, знаете язык, эти личные границы, конфликты, откусывания всякие, нападки и так далее, в публичном пространстве с незнакомыми людьми, они очень активные. Вы можете видеть, как тут кричат, визжат, дерутся очень легко, очень спыльчивый народ в Турции, спыльчивая кровь, горячая и менталитет такой. Турчанки, как они сейчас ругаться, сразу кричат, они поднимают просто крик привлечения максимальной общественности. Почему? Потому что здесь общественность всегда подтягивается, если это драку, то будут разнимать, как-то пытаться урегулировать конфликт, искать жертву или там агрессора, успокаивать и так далее, вызовут нам полицию, скорую, если потребуется. В общем, примут какие-то меры. То есть здесь всегда какой-то конфликт в общественном месте открытый, он очень максимально публичный, максимально громкий. И мне вообще казалось в первое время, что любой конфликт здесь, который я вижу на улице, он закончится точно дракой или потасовкой, таким накалом страстей. Но могут просто по руками помахать, покричать, даже толкнуть, но драться не начнут. То есть вот это максимальная гиперболизация, активная визуализация конфликта, это выход эмоций. Ну, в принципе, многие понимают, да, что условно драка закончится плохо полицией, разборками, здесь работают суды, как бы можно неплохо так присесть или там штраф выплатить и тому подобное, наказание получить за это. А вот когда поорались, покричались, потолкались, здесь это полицию никто не вызовет, это нормальное дело. Выпустили парк, короче говоря, условно, и пошли дальше. Если мы говорим про уже каких-то друзей, знакомых, близкий круг и там, не дай бог, родственников, вообще семью турецкую, про родственников, кровь, там, тети, это все попозже сейчас расскажу. Вот второй круг ваших, да, знакомств, друзья, там, подруги или еще кто-то, дальние-дальние супер-мега-родственники. Здесь уже так открыто не принято ругаться на эту тему, орать, например. Здесь уже мы более хитро закрыты позиции жертвы, но здесь принято привлекать общественность, друзей, подруг, знакомых, через кого-то закидывать удочки, выяснять как-то так конфликт. То есть напрямую говорят, ты там, сволочка, не принято здесь это. Здесь уже конфликт камуфлируется. Здесь гонцы, здесь отправляют кого-то узнать, расспросить, пригрозить или еще что-то. В таких случаях, вот в этом круге, знакомые, коллеги, там, не знаю, подруги и все прочее, у них, чтобы, конечно, бывают, ругаются, на личности переходят, открытый конфликт становится. Это значит, очень реальная такая тема. Это говорит о том, что если человек на это идет, орет или там конкретно высказывает в лицо, это говорит о том, что он готов, что оппонент перестанет с ним общаться. То есть это разрыв, это конец. После этого обидки, люди не разговаривают месяцами, годами или вообще перестают общаться. То есть это некая точка. Открытость в подобном круге личных границ, открытость такого конфликта в Турции, это уже зазор на то, что вы с этим человеком больше общаться не будете. Или это очень сильно все обидчивые, дело принципа. И если на тебя, например, так открыто наехали, то после этого быть друзьями, снова там обниматься, любиться, навряд ли. Нет. Открытый конфликт, это испортит отношения. Поэтому на улице с чужими, на улице в кафе людьми открыто, потому что мы их не знаем, мы с ними и не общаемся, поэтому можно орать. Поближе какой-то круг знакомые, будем орать, если нам эти связи больше не нужны. Если я готов прекратить общение с этим человеком, я выскажусь, короче, вот у нас открыто. Но всегда максимально стараются до этого не доводить, потому что конечная точка – это разрыв. И третий уровень, да, близкие свекр, свекровь, братья, сестры, тети, дяди, ближний самый круг, если вы там вхожи в турецкую семью, или у вас есть муж, парень, там, и такая история, да. Конфликты, особенно какие притирки, если иностранка приезжает, там, невеста, ее не хотят видеть, не принимают, или она, там, после развода, расставания приходит на место той, которую они любили, в принципе, она может не нравиться, или, в принципе, конфликт ее пытаются подмять под себя, под уклад семьи, если клановая семья такая, да. Конфликты, такой же повод для конфликтов, вообще навалом. И здесь, кажется, тут вообще нельзя открыто их обсуждать, говорить и ругаться. Если тебя, например, так, в турецкой семье прижимают какие-то родственники, этот конфликт должен решать тобой парень или муж. И, конечно же, эту бы тему вообще, готов ли он за тебя вписываться, всякие проблемки, поддержка, доверие, надо выяснять заранее, как вы переехали, вообще не в вашем, да, какие-то там признаки, смотреть на это. Есть такие маминкины сынки или трусы, которые боятся поругаться со своей семьей или очень от нее зависят, они тогда за тебя впрягаться не будут, потому что он не хочет порушить свои отношения. Им проще спихнуть все на тебя или тебя винить, за тебя не заступаться. Он не идет, решает конфликт, оставляй тебя просто в этом конфликте, в этом давлении и решай сама, как хочешь. Но если уж мы так, то, скорее всего, этот конфликт перейдет в открытую стадию, будет открытым и прямым, и вы поставите точку общения с этими людьми. Но к этому приходит, когда ваш спутник не помогает вам решить этот конфликт по-другому, по этим правилам, по традиции. Он боится сам в это вмешиваться, боится в этом не выстоять, испортить отношения. По идее, в нормальных отношениях, когда есть доверие, любовь и поддержка, муж или парень решает эти проблемы. Ну как, сглаживает как-то, является вот этим гонцом от одной стороны к другой, учит, например, рассказывает, как можно, как нельзя себя вести, да, каким-то навыкам общения светского культуры, традициям каким-то, да, как принято. В общем, подсказывает что-то, ну, участвует, но эта история никогда не становится открытой. Даже если вас целенаправленно подшучивают, делают какие-то ситуации, подставы, что-то еще, прям вас такое виноваты или еще какое-то делают, не принято здесь открыто защищаться. Это значит поставить точку, будет конфликт, вы поругаетесь, но общаться вы на этом, скорее всего, прекратите. Нормального общения уже никогда не будет, потому что здесь наступает момент, определенная особенность, обидчивость. Даже если вы, например, подсапались с сестрой вашего мужа или парня, а свекры были на вашей стороне, парень тоже, ну, она же их дочка, она же его сестра, она же родня, на ее стороне они тоже будут. И, допустим, окей, вся история утряслась, но проходит год, у вас не будет нормального общения с этой женщиной, с его сестрой никогда, скорее всего, никогда. Да потому что тупо, она может ходить, улыбаться, пить с вами чай, но искренне вам доверять или искренне за вас где-то там вписываться, называть родней не будет. Потому что у нее внутри первично будет обида, эта эмоция. У нее первично будет вот это чувство к вам. И попробуй перебей потом это как-нибудь. Довольно-таки трудно, правда. Что-то с этим сделать, это будет проблематично. Поэтому, особенно если свекровь, это вообще у нас или свекры, это хай-левел, просто вверх. Здесь вообще надо быть очень аккуратными в своих конфликтах. Они ни в коем случае, вообще даже, я по жизни просто здесь посмотрю, скажу, я сразу говорю, не делайте их никогда открытыми, эти конфликты. Вы всегда должны быть в позиции жертвы, никогда о прямых претензиях, оскорблении или еще чего-то. Вы всегда можете подпевать под чью-то дудку, под чьи-то разговоры, но никогда не будьте прямым агрессором. И может быть вы миллионы тысяч раз правы, и правда на вашей стороне. Но просто из-за того, что это чья-то мама или папа, просто из-за того, что это родители, так не принято. И будут говорить, да, они не правы, но извини, дорогая, я не могу пойти и быть иначе, поменять свое поведение. Они же родители. Я не могу маме сказать, что она не права. Давай просто промолчим. Или давай замнем конфликт. Или не обращай на нее внимания, может быть такая фраза, видите? То есть пойти против прямо вот такого тяжеловеса вашему партнеру будет очень трудно. Скорее всего, может даже невозможно. Это прямо у него самого должен быть большой внутренний конфликт с родителями, противостояние. Он был супер-мега недоволен раньше их поведением, давлением и чем-то еще. Вот в таком случае он станет против родителей на вашу сторону. То есть у него должна быть своя подоплека. Это просто так, когда у них все хорошо, к сожалению, навряд ли, короче, что-то получится. То есть у него самого должны быть претензии к ним для того, чтобы он стал на вашу сторону. Потому что, возможно, он потенциально бессознательно всегда ждал какой-то поддержки или союзника себе. Например, нашел свою жену или спутницу, которая будет с ним, его поймет с ним на одной стороне. Например, где-то против его родителей, его сестры, брата и так далее. Поэтому я бы рекомендовала самым ближним кругом, особенно с родителями, не портить отношения, просто сводить это на нет. Но в том плане не реагировать на них, быть выше этого. Если прям в козни высказывают и так далее, вы как бы делаете, понимаете, придя на это поле, вам приходится играть по местным правилам. Вот еще дело. И вам приходится и конфликты решать, и участвовать в них по местным правилам. То есть я не говорю, что вы должны быть жертвой, а вас ноги вытирают. Играйте просто по их правилам. Просто копируйте с них. Как они делают, так и вы. Как они потихоньку за спиной, так и вы. А если вы говорите, я не могу, я не такая, у меня другой менталитет. Ну, блин, извините, это правила игры, в которую вы пришли. Вам будет трудно, плохо, у вас будут проблемы, если вы эти правила, к сожалению, не примете. Вам будет просто труднее. И вы, к сожалению, придет время, я вас разочарую, возможно. Вы адаптируетесь, просто вы привыкнете к этим правилам, сами по ним начнете в итоге играть. Это элемент адаптации, это наша природа. Чтобы мы выживали, человек очень адаптивное существо. Мы привыкаем ко всему, даже к плохому, ужасному, отвратительному. И это спустя время, мне кажется, таким ужасным, что, может быть, сначала вас вообще шокировало. В общем, надеюсь, этот ликбез был полезен для вас. Расскажите, как вы выходите из конфликтных ситуаций в Турции, если у вас такие есть. И мне интересно только про родственников, а вообще про каких-то на улице знакомых и так далее. Я просто рассказала, не учу вас как надо, а хочу, чтобы вы знали, как можно, и как здесь принято, чтобы вы условно знаете информацию, уже принимаете свое решение, как себя вести в подобной ситуации. То есть немножко какую-то ширму приоткрыла, информации дала, а вы уже выводы делаете, короче, сами принимаете решение, как вам комфортно и хорошо себя вести. Надеюсь, информация была для вас полезная. В инфобоксе моя почта. Подписывайтесь вообще на канал, ставьте лайки. А на почту вы можете написать ваши истории от анонимов для разбора на канале. И записывайтесь на персональные консультации психологические ко мне. Если хотите поучаствовать в лектории здоровых отношений, подслушать четыре лекции, они в вашем доступе останутся, то пишите тоже на почте, расскажу об условиях. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.